Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%. В регуляторе пояснили, что это необходимо для стабилизации инфляции и постепенного ее снижения в среднесрочной перспективе. Также в Нацбанке озвучили обновленные прогнозы по росту экономики. Подробнее у Жамал Габдулиной. По итогам января инфляция составила 20,7% в годовом выражении. Месячный рост цен остается высоким, как и базовая инфляция. По прогнозам Нацбанка, пик годовой инфляции придется на первый квартал. И в конце 2023 года составит 9,12%, в 2024 году 6,8%, в 2025 году 4,6%. Но могут вмешаться и дополнительные факторы, заявили в Нацбанке. Проинфляционные факторы внутри страны связаны с назревшими реформами тарифов на регулируемые услуги ЖКХ и на рынке ГСМ. Эффект от реализации этих реформ может ускорить рост цен на широкий спектр товаров и услуг. Отмечу, что мы не закладывали данные факторы в предпосылках базового сценария. Поэтому в будущем их возможная реализация может повлечь изменения в наших прогнозах. Инфляционные ожидания продолжают оставаться высокими. Явный тренд на их снижение пока не сформирован, говорят в Нацбанке. Однако прогнозы по росту экономики улучшены. В 2023-2025 годах рост ВВП ожидается на уровне 3,5-4,5%. Этому поспособствует рост добычи и экспорта нефти, но только при благоприятных ценах. Тем временем положительная динамика импорта на фоне фискального стимулирования, а также сдерживающая реальная ставка, будут отчасти нивелировать рост внутреннего спроса. Риски прогноза ВВП концентрируются в возможных транспортно-логистических проблемах для наших экспортных товаров, а также в реализации плана добычи нефти. Очередное решение по базовой ставке объявят 7 апреля. В Нацбанке уверены, что на сегодня нужно сохранить базовую ставку на текущем уровне. Это необходимо, по словам председателя Нацбанка, для стабилизации инфляции и ее постепенного снижения. Ромал Габдулина, Сергей Шуйский, Нуркент Охмурзин, Информбюро, Алма-Ата.